Каратист Виталий Бушман приехал за Кубком России в статусе чемпиона страны. Побеждать мастеру спорта помогает не только доскональное знание приемов японского единоборства и дисциплина, но и характер, умноженный на волю к победе. Этому чемпион учит детей-подростков в своей секции каратэ и кеокусинкай. Когда встречаются два сильных бойца, у кого характер пожестче, тот и побеждает. Я себя настраиваю как, что я прошел хорошую подготовку, я там сильно бью, хорошо защищаюсь. Мой учитель меня верит, мои товарищи по команде меня верят и у меня есть все, чтобы победить. Кубок России по каратэ разыгрывают в Самаре не первый раз. Руководство Всероссийской Федерации кеокусинкай отмечает высокий уровень проведения соревнований в столице 63 региона местной спортивной организации. Эта федерация входит в топ-10 российских организаций, поэтому этот вид спорта имеет хорошие традиции на самарской земле. В Самаре отборы на международные соревнования прошли около 600 каратистов из 25 регионов России. На это ушло два дня. Спортсмены разбивали доски руками и ногами, показывали правильную технику выполнения приемов, сражались в поединках. Если нет досрочной победы, нокаут или нокдаун, тогда судейское решение. А во взрослом турнире перед полуфиналами проводится соревнование по томосеваре. Это разбивание твердых предметов. И если ничейный результат, учитывается результат досок. На соревнованиях по карате в этом году ввели новую дисциплину – кабудо. Это единоборство зародилось в Японии и изначально заключалось в умении использовать сельскохозяйственные орудия труда в качестве боевого оружия. На соревнованиях спортсмен индивидуально показывает судьям приемы владения таким оружием. В новой дисциплине пока лидируют Москва и Санкт-Петербург. Самара наступает им на пятки. Оружие накладывает свою специфику. Спортсмен должен показать уверенное владение оружием, умение манипулировать им, выполнять защиты и удары в правильные уровни, в правильные точки, продемонстрировать координацию высокую и общее понимание рисунка боя, тактики боя. Призеры соревнований, кроме медалей, получили еще и звание мастеров спорта по карате. Как рассказали ветераны этого вида единоборств, год от года популярность кио-косинкай в России только растет. Поэтому и конкуренция на турнирах разного уровня такая же жесткая. Многие родители приводят детей, чтобы они могли, в первую очередь, за себя постоять, потому что кио-косинкай считается одним из самых жестких видов карате, более контактных. У нас нет прямых ударов руками в голову. Соответственно, это безопасно для головы. И многие родители предпочитают этого детей кио-косинкай. Одновременно с Кубком России среди взрослых прошли и всероссийские соревнования для юношей и юниоров «Самарский кайман». Этому турниру уже 15 лет. На этом турнире приезжают спортсмены с разных организаций, чем и сильна такая система поединков. И сегодня на этом турнире выступают люди, которые являются чемпионом Европы, мира, заслуженным мастерами, международниками. Победителей призеров Самарского Кубка России ждет чемпионат Азии, который пройдет в декабре в Узбекистане. А уже в 25-м году самарские герои карате поедут на очередной чемпионат мира. При условии, что они смогут также достойно проявить себя еще на Кубке Кубани и чемпионате России. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Субтитры создавал DimaTorzok